Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Формула успеха» в студии Анна Фёдорова. И, как всегда, мы делимся с вами историями того, как найти своё призвание, как услышать Божий голос и как сделать так, чтобы это призвание, это служение приносило добрый плод в Царство Небесное. Сегодня рядом со мной замечательный человек, посвящённый служителе и давний друг нашего телеканала, епископ, пастор Церкви Посольства Иисуса в Нижнем Новгороде Павел Рындич. Здравствуйте! Здравствуйте, Павел! Мне очень приятно с вами сегодня здесь общаться у нас в гостях. Мне тоже очень приятно, Анна. Тем более, мы знаем друг друга достаточно давно. Я думаю, это облегчит нашу беседу и сделает её естественной. Безусловно! И мне очень интересно с вами разговаривать, потому что тема у нас актуальная, успех, призвание. И я понимаю, что вы как никто, тот человек, который может этим делиться, у которого богатый опыт служения, посвящения, не только в России, но и за её пределами вы служите, я знаю. И говоря о призвании, эта тема, этот вопрос очень важен для каждого, я верю. Это такой вектор, который, по сути, определяет жизнь человека. И вот призвание, с призванием вы определились давно. Я знаю, что Господь вас призвал. Это была интересная история. Может быть, мы её коснёмся в процессе программы. Ну так, да? Но хочу спросить у вас, вот как вы себя ощущаете? Состоялись ли вы в призвании, в полноте, или вы ещё на пути? Вы знаете, Анна, скажу такой момент, что... Да, у вас просто красивое имя само по себе. А, кстати, оно второе по количеству в мире. Я где-то прочитал на первом месте, это Мария, на втором Анна. Мария обошла всё-таки. Да-да. Ну, это понятно. И Мария, у меня дочь младшая, Мария. Но в любом случае, что интересно, что касается призвания. Призвание, наверное, никогда нельзя сказать, что оно полностью закончено. Потому что к чему-то тебя призывает творец, призывает... Я думаю, что каждый человек к чему-то призван. Только он должен рассмотреть внутри себя к чему. И вот если он рассмотрит и будет делать то, что у него внутри уже есть, к чему он питает интерес, что возбуждает его сердце, тогда этот человек должен двигаться. И вот на этой черте призвания, точки, вот нет конечной. Он всё равно может бесконечно развиваться. Только смерть может остановить. И как раз второе призвание уже к вечной жизни, вот оно только остановит развитие в этом призвании. Нам нужно всю жизнь учиться, всю жизнь развиваться. По этой причине я, с одной стороны, удовлетворён своим служением. Я рад, что я рассмотрел его и иду по этому пути. С другой стороны, я понимаю, что можно сделать ещё намного больше, чем я сделал. Как вы считаете, Павел, может ли быть в жизни человека несколько призваний? Ну, понятно, что мы сейчас, может быть, коснёмся этой темы даров и талантов, которая тоже огромная, да, и очень обширная. Но бывает ли так, как вы считаете, что сначала человек воплощает одно призвание, а потом Господь даёт ему другое? Или же это одно большое призвание, но просто оно открывается постепенно на протяжении жизни? Я думаю, что мы сейчас можем просто немножко запутаться в дефинициях, да, то есть что такое призвание. И вообще, вообще это слово пришло из греческого языка, из Нового Завета, да, когда Господь призывал апостолов, то есть Иисус призвал, там даже есть такой Андрей первозванный, который помнит, как первого, кого он призвал. Потом этот термин употреблялся уже, когда апостол Павел, да, открыл, вернее, не то что открыл глаза, увидел Господа и Господь, открыл ему глаза, уже ослепшему, и призвал его для какой-то работы. И вот с тех пор из христианства этот термин перешёл уже в мирское понимание. То есть это призвание с небес, то есть человек был рождён с какой-то миссией. Вот так вот, наверное, другими словами сказать. И что касается призвания и талантов, и даров, кстати, интересно, таланты тоже из Библии, таланты, я сейчас не ожидал тоже, причём талант – это вообще денежная единица. Монета. Да, монета. А сегодня она так употребляется уже, талантка, как дар какой-то, да, и тоже призвание вместе. Поэтому человек, я вот глубоко убеждён, что человек, конечно, может иметь несколько талантов. Призвание, не знаю, может, два, три призвания, не знаю, вот опять же, в дефиниции человек должен разобраться. Но точно это какой-то призыв с небес сделать что-то важное, пока ты живёшь на земле. Знаете, не надо обязательно брать пример с каких-то таких вот телеизвестных звёзд, я не знаю, каких-то или просто людей великих, которые сделали какие-то открытия. Человек может быть призван к тому, чтобы делать хорошие трубы на кухнях, вот быть хорошим сантехником, но главное, чтобы человеку это радовало. И люди видели, что если я пригласил этого сантехника, и я знаю, что он сделает всё идеальным образом, это нравится ему и нравится мне. Вообще человек должен видеть радость в работе другого человека. И вот это чувство я помню всегда, что нельзя быть священнослужителем, нельзя быть пастором, кем я являюсь, без радости делая вот это дело. Да, такого без, наверное, даже отцовского сердца, которое Господь абсолютно меняет и насаждает его внутри человека. Я думаю, что без этого невозможно. Но опять же, да, я соглашусь с вами в данном вопросе, что если ты делаешь это с любовью, и если ты делаешь это настолько качественно, даже если это действительно трубы, да не важно что, то есть ты строитель, я не знаю, врач и так далее, учитель, но если ты посвящен в этом, я верю, что в этом мы можем проявлять Божью любовь. То есть мы можем служить и не только в церкви. Вот это как бы следующий вопрос такой, да, всегда ли дары и таланты там наши и наше призвание может быть только в церкви? Ты видишь, мы с тобой говорим в рамках евангельских церквей, потому что в традиционных церквях люди многие не поймут о чём, потому что от них, собственно, там ничего не требуется, кроме помощи ближнего. А вот всё-таки в евангельских церквях тут есть целый спектр того, что человек может делать в церкви. Он может снимать на видео, он может стоять в группе порядка, он может там раздавать, да, Писание говорит раздавать или там раздавай, и тогда кто-то поёт в группе прославления, это тоже большое количество людей, связанных с аппаратурой, с музыкой. Поэтому мы говорим не только в церкви, то есть уже в церкви задействовано так много людей, и ещё кроме церкви. Вы знаете, но я хотел коснуться другой темы немного, что вот работая уже многие лета, лета, годы пастором, я заметил, что особенно молодёжь, она не может разобраться со своим внутренним миром, им так сложно определиться, что они хотят. У меня у самого четверо детей, и каждый раз я вижу у них в каком-то этапе жизни появляется эта риторика, «Пап, я не знаю, чем я буду заниматься, вот я не пойму, мне и это нравится, и это нравится, и это». И тогда вот у меня есть формула успеха, о которой как раз… Идёт речь, да. Идёт речь, да, и название вашей передачи. Формула успеха заключается в следующем. Выбери что-то одно и посвяти этому всю жизнь. Причём даже без разницы, что ты выберешь, просто ты должен это выбрать. Да, пускай у тебя пять направлений, но ты выбери одно, и посвяти этому всю жизнь. А что ты выберешь, это уже только ты можешь принять решение, за тебя никто это не примет. Тем более, кто-то, если за тебя примет, вот здесь появляется конфликт не просто души, а вообще конфликт во всей истории человечества, когда родители настаивали, что выбери именно вот это. Кстати, интересная история с основателем как раз протестантского мира, это Мартин Лютер. Родители настаивали на том, чтобы он был юристом, чтобы он был адвокатом, юриспруденцией посвятил свою жизнь. И он учился на адвоката, пока… Ну, не адвоката, вообще на юридическом факультете. Пока однажды не пережил встречу с Богом и понял, что он хочет изучать теологию. И потом он стал тем, кем он является. И в истории таких примеров масса. Есть негативные тоже истории. Но человек должен все равно заглянуть в себя. Это самое главное. И понять, что мне нравится. И поэтому я детям говорю, слушай, можно вообще заниматься аквариумными рыбками просто. И потом стать великим человеком, который выведет самую красивую селекцию. Вернее, в селекции найдет самую красивую рыбину какую-то. Выведет. Что касается опять же меня, у меня был тоже сложный путь. Но пока я не сказал сам себе. Я пастор, и меня вдохновляет моя деятельность. И что интересно, у меня как раз в жизни интересный был момент. Я учился в Институте иностранных языков на немецком факультете. И сам факультет подразумевал, что это не пасторская деятельность. Это хотя бы дипломата какого-то. Или человек какого-то бизнесмена с знанием иностранных языков. Или переводчик. Кстати, переводчик в то время, как и сейчас, это уровень не очень хороший. Потому что это мальчик на побегушках. Что такое переводчик? Это кого-то куда-то переводит. Как перевозчик. Несерьезно все это. Но у некоторых в головах переводчик. Как правило, переводчик это такое второе лицо. И к чему я это веду? К тому, что учащаясь на том факультете, я себе определился. Я буду пастором со знанием иностранных языков. И когда я был на пятом курсе и уже заканчивал университет, я помню, как мои одногруппники смеялись. Они говорили, ну что, ерундой будешь заниматься какой-то. Там бабушек каких-то там трех учить. И так далее. Их хранить, венчать. Еще какой-то ерундой заниматься. И вот тогда я отметил в голове, какая у них картинка пасторства в голове, она мелкая. То есть, эта картина, она совершенно мелкая, и она навязана им какими-то там средствами массовой информации. У меня в голове была совершенно другая картина. Я думал, почему вот трех бабушек я должен веселить и их хранить? Неужели в этом пасторство? Почему люди думают, что христианство это что-то убогое, ненужное и скучное? Все какое-то такое заунывно-средневековое, с этими картинками какими-то страшными, иронима Босха об Аде. Нет. Слушайте, Иисус был молодой человек, ему было 33 года. Вся команда у него была, это были молодые парни. Библия говорит, весь Израиль приходил к ним. Слушайте, это какой-то движ очень серьезный. И я думаю, ну почему в наше время нельзя создать такой же движ? И я тогда на пятом курсе думал, я смотрю вообще иначе. Я смотрю большую аудиторию, вижу людей, которым я рассказываю евангельские истины современным языком, и причем применимыми, практичными образами к их жизни. Я имею на это право, как пастор, сказать, слушайте, берите с меня пример. Берите с тех семей, которые смогли родить большое количество детей и прожить с одним мужем и с одной женщиной. А это, ребята, из Евангелия. Это не придумало, это не элемент теории эволюции, не его производная. Это производная нашего Евангелия. И если вы считаете, что вы от обезьяны, тогда семья не про вас. А вот я считаю, что это из сердца Творца. Поэтому я хочу об этих вещах говорить. И вы знаете, до сегодняшнего дня достаточно это все хорошо получается. Аудитория растет и, кстати, вызывает определенную зависть. И это следующая тема, что когда ты призван, обязательно появятся враги и злопыхатели. Такие препятствия, да? Как справляться с этим? Вот вам приходилось проходить трудности, может быть, жертвовать ради служения чем-то, рисковать? Надо понять, что любой человек, который идет за своим призванием и начинает делать что-то больше среднестатистического уровня, у него обязательно появятся враги и обязательно появятся препятствия. Причем в любой деятельности. Посмотри, любой. Художники там известные, они были непринимаемы в свое время людьми, их современниками. Ван Гог, что он там, промучился всю жизнь. Кстати, был пастором первое время, а потом понял, что не его призвание. Стал художником. А когда стал художником, его там все возненавидели. Ну, правда, у него там с головой было не все просто. Но суть не в этом. Но в том, что он проходил свои препятствия, сегодня мы знаем Ван Гога. И каждый человек, он все равно на каком-то уровне встречает сопротивление. Вот прямо сейчас даже я прохожу непростые времена. Но мы не должны унывать, потому что это цена призвания. Ну, либо, знаете, как жизнь, она пытается тебя приостановить. Сказать, ну, слушай, ты что-то далеко забрался в своем призвании. Тормози, братан, тормози. И тебе нужно либо стать комбалой. Ты знаешь, что рыба комбала, она рождается... На боку и лежит. Нет, она рождается вот так, как нормальная рыба. Все плавают. Только она заходит на глубину, и вес воды начинает ее прибивать. И вот многие люди, они начинают вот так, как нормальные мальки. А потом раз вес их, и они становятся комбалой. И вот наша задача, чтобы не стать комбалой. Не стать комбалой. Да. Это классно, замечательно. На самом деле, это, правда, хороший такой совет. И такими простыми словами вы говорите. Что касается успеха, и вообще вот с такой перспективой вечности, я хотела бы спросить у вас, что вы об этом думаете? Что есть успех для вас? Считаете ли вы себя успешным человеком, состоявшимся в своем призвании? И имеет ли смысл вообще христианину такими категориями размышлять? Да, вот успех, я хочу стать успешным. И если да, то все-таки как направлять себя вот в этом вот таком, не знаю, скажем, стремлении, чтобы не мыслить земными категориями, возможно? Да, согласен. Не знаю, сколько телезрителей поняли твой пассаж. Завернула так завернула, да? Да, ну красиво, красиво. Нет, я-то понял, я не говорю, что там люди глупые. Просто люди разного, да, разного уровня интеллекта и так далее. Но мысль такова, как я тебя слышу, что успех сегодня в устах современников наших звучит как определенное достижение финансовое, финансовое, как сказать, ну, финансовое уровне, да, плюс пивание и так далее. И что я думаю? Я думаю, что успех точно от Бога. Вот успех. Просто чем он измеряется? Если он измеряется только лишь земной славой, количеством денег в кармане, фотографии на обложке Forbes, то это мелко. Правда мелко. Потому что опять надо сказать, Иисус был успешный человек. Я думаю, безусловно. Он был наиболее успешный человек. Потому что он не только умер, он воскрес. Да, потому что люди думают, вот умер. Победил весь мир. Несчастная жизнь, там типа умер на кресте, но он воскрес. Он одержал победу. Это был успех. Успех, когда ты дошел до конца и сделал свою работу прекрасно. Вот. Апостол Павел, можно сказать. Ну, несчастный человек ходил там все время в гонениях и так далее. Но сегодня даже меня назвали в честь Павла. Почему? Потому что люди чувствуют, что за этим именем что-то стоит. За именем. Да. Это человек, который смог обратить язычников Европы ко Христу. Петр. Ну, какой-то рыбак там с дырявой сетью. Нигде не сказано, что он стал миллионером. Нигде не сказано, что он там обалдеть был какой красивый. Его приглашали в Голливуд там сниматься. Он там рядом не стоял с этими римскими императорами. Там была слава. Там были гладиаторы. А он такой рыбак на уровне Кампернаумского дурака. Но, к чему я говорю? Но Петр все-таки смог опять же сделать свою миссию так прекрасно. И, кстати, умер тоже как-то такой смертью. До того времени тоже позорной смертью достаточно. То есть на кресте распят, кверх ногами. Вот. Но теперь смотри. В честь Петра цари называли своих детей. Города строили в честь Петра. Вот ты можешь представить, твой город, в котором мы сидим, Санкт-Петербург, назван в честь рыбака. Вот только вдуматься вот в это. Царя назвали в честь его. А вот только представь, вот диалог у них был. На страницах Библии этого диалога нет. Но я представляю, Иисус говорит ему, Петр, ты будешь настолько успешным. Ты будешь ловцом не только рыбы, а человеков. И тот, ну это весь Писание. И потом продолжаем диалог. И тот говорит, ну да, ну с трудом, Иисус, что я должен делать? Он говорит, вот стань успешным в моей работе. Если ты станешь успешным с моим святым духом, то в твою честь цари будут называть своих детей. Императоры будут называть своих детей. Города построят. Он, где Иисус? Он, там в России, на севере. А где Россия? Слушай, пока не парься, ее пока нет. Там еще дикие племена живут. Но наступит время, Петр. И люди будут строить в твое имя города. Огромные города будут называться. Вы представляете, какое призвание прозвучало в сердце Петра. И поэтому я убежден, что когда мы слышим голос Божий, то даже вот ничего не значащее, вот эти все рыбачества, там, я не знаю, не значащие какие-то для людей вот эти дела, там, проповедование, Евангелие, с точки зрения мира, это вообще неуспешные люди. Мне недавно один человек сказал, тоже снимал там мои передачи, и говорит, ну что ты, ну один из операторов, и говорит такой, ну что ты из себя представляешь? Вот Дудь, я там понимаю, вот Ивлеева, вот они красавцы. А вы там сидите, что-то на своем уровне, и ты считаешь себя успешным. Я, знаешь, так задумался и подумал, я успешный в Евангелии. И я не хочу быть... В глазах Бога. Да, я не хочу быть как Дудь, хотя он, наверное, неплохой парень, я ничего, я его не противостою. Он в своем деле, у него миллионные просмотры. Наверное, искренний парень, он, наверное, молодец, но у него другое призвание. Оно больше такое политическое, там, да, как-то выявить таланты людей. Мое призвание говорить Евангелие, мое призвание кому-то служить Словом Божьим и молитвой, и приводить людей в вечность. И поэтому мне не надо даже сравнивать себя с ними. Я по-своему успешен, они по-своему успешны. А когда люди, не понимающие вот этих вот, не понимающие оценок успеха с мирской точки зрения и с точки зрения христианства, они эти понятия путают. Поэтому, ну, я успешен по-своему, да, у меня, наверное, машина там не Ламборгини, и я не хочу быть даже на обложке журнала Forbes, но я хочу быть счастлив в том, в чем я есть. Я думаю, что в этом есть очень ценное зерно и ценный совет для наших зрителей, также для тех, кто, может быть, еще свое место, наверное, не понял вот в этом вот таком глобальном, да, и потоке информации, и мире, да, и как мне, вроде хочется быть успешным, но смотря на других уже понимаешь, что это как бы вообще не удел, скажем так. Но мы действительно должны мыслить категориями вечности и сравнивать себя вот... Я даже думаю, что многие, Анна, если тебя не перебил, многие люди, они как раз-то и загоняются, потому что у них успех очень, очень примитивный. Деньги – слава. Это очень примитивно. Потому что не понимают, что многие люди забирались уже на эту вершину и с этой вершины говорили. Я все время мечтал вот об этом успехе, а понял, что там пустота. Это как забраться на Эверест. Вроде классно, забрался для самоудовлетворения, классно, но ты понимаешь, там жить нельзя, там холодно. Эти слова говорили очень многие великие люди. Эти слова говорила Мерлин Монро, эти слова примерно в другой вариации говорил Пол Маккартни. Этих имен можно перечитать кучу, когда говорили, я к этой славе полз, выгрызал ее, зарабатывал деньги, залез, а там ничего нет. Просто ничего, кроме зависти и пустоты. И подумал, как кто-то, не помню, не помню чьи слова кого-то великого. Он говорит, вдруг я даже позавидовал какому-то простому работяге, который приходит с работы, к нему приходят дети, елка наряженная, и он говорит, а у меня вот этого нет. Ну не помню, Маккартни, у нее там все нормально с семьей было. Кто-то, у кого семьи не было. Дженнис Джоплин, вот, я вспомнил. Дженнис Джоплин это сказал. Она говорит, я вдруг, я выхожу, говорит, на стадион, 40 тысяч, говорит, кричат людей там, хотят все там со мной пообщаться, а потом я, говорит, еду домой одна, одинокая, я, говорит, с бутылкой виски, и, говорит, и сижу, и думаю, а зачем мне это все надо? Вот зачем? И завидую простым домохозяйкам, у которых есть дети, семья. И, говорит, несправедливость какая-то. Кстати, так умерла она от алкоголизма. Вот так. Поэтому, друзья, такое ободрение в проброс мы вам, что Господь с вами, и даже если вы вам по вашим возможным меркам и сейчас скажете, что я далек от успеха, но Господь смотрит на вас совершенно другими глазами. У нас, соответственно, так много времени, Павел Алексеевич, но вопросов много, и хочется их задать. Еще есть вопросы. Вопросов много, да, и они остались, но пару буквально я еще задам. А о команде, о том, насколько она важна, или все-таки один в поле воин? Нет, я прям убежден, что один в поле не воин, я и командный игрок вообще по жизни, поэтому я убежден, что даже церковь, это всегда дело многих людей. Даже Иисус не строил один. Обрати внимание, у него была команда. Команда из двенадцати. Поэтому в нашей церкви, например, мы строим церковь. Церковь в понимании люди. Не храм, не здание, а именно люди. Потому что церковь в первичном значении именно звучит эклесия на греческом языке. Это люди, знающие Христа. Один ты ничего не сделаешь. Ты можешь с кафедры говорить хорошую проповедь, но людям нужно назидание, им нужно менторство нормальное. И в этом нужна команда. Поэтому Иисус учил двенадцать, те учили своих учеников, и те, научились ходить с Богом, в свою очередь, учили других, и так далее. Вот так строится христианство. И в принципе, любое призвание строится с командой. Да. Ну и последний мой вопрос для вас. Вы человек, который отдает себя служению, который посвящен и горит сердцем. И ваша семья вся, она в служении. Вот я хотел спросить, как не сгореть, отдавая себя постоянно? Это касается и семьи, то есть нужно выстраивать и семейное отношение, и церковь. Вот где черпать силы, понятно, в Господе, но порой ты просто устаешь. Как восполнить и как сохранить себя? Недавно был прекрасный саммит, прекрасный в Америке, в Соединенных Штатах. Это был посвящен саммит пастырскому выгоранию. Потому что такой феномен существует, что пастыры, служители устают, потому что у них высокая планка ответственности, на них смотрят люди и смотрит еще Бог. И человек, он загоняется, потому что он должен быть каким-то суперменом, то есть он не может поднять голос, он не делает ошибки, он должен быть примером в офисе, он должен быть примером во всем. А он обычный человек с своими проблемами. И это был потрясающий саммит. Я был приглашен туда как один из экспертов. Для меня была большая честь. И я удивился, как многие пастыры, они просто выгорают либо психически, психологически там всяко, они просто говорят, все, я больше не хочу, либо просто заболевают. У них выстреливают как-то в здоровье. У меня тоже был такой момент, но у меня со здоровьем. Выстрелило, когда мне было 40 лет, и выстрелило так негативно, что у меня оказался уже стенд в сердце, железочка такая. А люди думают, ты даже болеть не имеешь права. И не поймут, что Библия даже рассказывает о всех даже великих, у которых были свои проблемы. Они их переживали тоже с трудом. Они разочаровывались. Даже разочаровывались не только в служении, а разочаровывались в Боге многие. Просили себе смерти, как Илья говорит, там все, жить даже не хочу. Вчера еще был успех. И демоническая атака, она, конечно, есть в духовном мире. И она подавляет, подавляет нас, как людей, как пасторов. Поэтому, что я хочу сказать? Только одно. Не сдавайтесь. Просто не сдавайтесь. И у меня тоже есть моменты, когда я загоняюсь. Есть вещи, которые я делаю неправильно в жизни. Делаю ошибки. Грехи. Когда я однажды сказал, что грехи бывают, и люди, как ты, пастор, грехи? Но опять же, под грехами, что мы подразумеваем? Но я знаю, что это просто неправильные поступки, которые существуют в твоей жизни. Что с ними делать? Приходить к Богу. И черпать силы. Я свои силы черпаю. Опять же, скажите громкую фразу, в Боге. Ну, само собой. Но я просто в уединении. Когда я нахожусь один. Знаешь, подзарядка, как у телефона есть, так же у меня есть подзарядка. И главное, жена моя это знает. Она говорит, что мужу надо... Понимает, да. Да. Его нужно оставить одного, даже на пару дней. И вот. И я как-то переформатируюсь опять. Думаю, настраиваю свой тюнинг, в своей жизни. Зачем это все? Господь говорит в этот момент, я убеждена, к вам. Иногда молчит. Это тоже полезно. Иногда просто помолчать с Богом, это тоже отдых и такое наполнение. Да, да, да. Я думаю, что мы все должны привыкнуть к тому, все, и пасторы, и не пасторы, все люди, научиться жить под давлением. То есть давление, оно всегда будет. Оно будет в семье, оно будет с детьми. Не винить себя очень сильно, потому что, я замечаю, мы с женой, вот в этом диалоге часто встречаемся, жена говорит, вот, наверное, вот у нас дети так поступают, наверное, мы что-то не доделали, наверное, мы их неправильно воспитали. Я говорю, Верочка, мы не можем быть идеальными. Я понял, что я не могу жить в идеализированной картинке. Да, наверное, что-то мы не доделали. Наверное. Но есть милость, и именно вот в этом сила Евангелия. Бог милующий. И если Он проявляет милость ко мне, то почему я должен сам себя загонять еще в какую-то депрессию? Ну и что? Ну, въехал не туда, в пень въехал где-то в жизни. Ну, сказал, простите, и все. И детям сказать, простите. У меня однажды сын такие мне слова сказал, ты поступаешь со мной неправильно, я там подросток, а ты должен поступать. Я говорю, слушай, у меня тоже подросток первый раз в доме. Первый раз, я тоже делаю ошибки. Ну, не ты, правда, дочь была первая подросток. Говорю, тоже первый раз. Откуда у меня опыта браться? Вот мы все и проходим этот путь впервые. Поэтому это жизнь. Классно. Спасибо вам огромное, Павел Алексеевич. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Это были уроки такие веры от Павла Рындича, его шаги, его опыт жизни, служения, посвящения. Поэтому берите это, пожалуйста, на вооружение. Мы оставляем вас, мы любим вас, благословляем. Поэтому, если у вас, может быть, есть какие-то вопросы, вы можете их также задать. Это была программа «Формула успеха». Будьте благословенны, оставайтесь вместе с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА